Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! И смысл всех молитв, которые будут сегодня совершаться, возноситься, это благодарение за плоды земные. И слава Богу! То есть мы сегодня благодарим за вот эти плоды, за яблоки, те же самые, груши, все овощи, фрукты. Да, такой, допустим, вот 14-го числа в народе называют медовым спасом, потому что, почему, потому что объясняют тоже, потому что как раз начинают качать мед, ну у нас здесь, по крайней мере. Вот, и тоже первый скачанный вот мед, первый собранный мед, он приносится к храму тоже с благодарностью к Богу. Вот, и совершается акт такой благодарения, молитва благодарения за мед, за пчел, за землю нашу, слава Господу! Вот, еще есть там ореховый спас тоже, ну то есть, короче, каждые плоды, собираемые, да, значит, приносятся в древности, по крайней мере, это точно было. Сейчас это не везде соблюдается, но с благодарением мы приносим к церкви, и обычно, как было в древности, то все это приносимое и священство отдавалось, и раздавалось бедным, вдовам, сиротам. Вот, это очень хорошая традиция такая, слава Богу! Вот так вот, слава Богу! Так что сегодня преображение начинается, вчера, ну уже началась вчера, вот, и вчерашний день был предпразднеством преображения Господнего, и всю эту неделю до воскресенья, даже до понедельника следующего, это тема преображения. Потому что в следующий понедельник, 26-й, по-моему, будет, да, уже, да, ну да, августа, это отдание праздника преображения будет, то есть завершение такое красивое, торжественное завершение. Все дни преображения будут здесь, в Киеве, подключайтесь, друзья. Вот, а уже на отдании преображения в понедельник 26-го августа буду, даст Бог, уже в городе Льва, из колена Иуды, Лев во Львове, короче, во Львове, слава Богу! Мистер Лево, слава Иисусу, Аллилуйя, навеки слава! Сейчас, в этот утренний час, хочу вознести Богу моление, благодарение, восхваление, Аллилуйя! И Слово Божие, которое обозначил я, вот здесь Александр написал тоже, мир Божий всем нам, аминь, аминь! Место писания обозначил я, значит, даже картинкой для этой трансляции на Ютубе, из книги пророка Авакухда Авакум, Авакум, Авакум. Земля, это вторая глава, 14 стих, там у этого малого пророка очень много содержится вообще, честно говоря. Его относят к малым пророкам, да, но там столько уместилось, такими тезисами он писал, как вот телеграммами такими. Тадах, 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 тадыщ, тадыщ, и он посылал такие вот откровения от Бога, тезисные такие, потрясающие. Конечно, там и обличение, там и все было в этих посланиях. Вот, и вот этот стих второй главы, 14 стих, написано, «Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Стих, с одной стороны, и прекрасный, с другой стороны, и, ну, не скажу ужасный, но такой, да, что это как шторм. Это, знаете ли, завораживающий, захватывающий просто, просто ошеломляющий, вообще, честно говоря. И картинкой там для этой трансляции, кто на YouTube заходил, значит, заходит, допустим, видит там, что там море такое бушующее такое, ох, это завораживает, захватывает. Я люблю море, хотя я не морской человек, вот, и, то есть, я не родился, не вырос на море, и на море редко бываю, честно говоря, но, бывал, но видел там несколько раз океан, допустим, да, значит, один, другой, там, значит, видел там моря разные. Но, но каждый раз это огромное количество воды, оно просто завораживает, впечатляет, а особенно, вот, ну, туристы обычно разбегаются, когда там, значит, там, да, штормит, допустим, да, на море, тем более, если это океан, допустим, да, побережье там Атлантики или Тихого океана. Вот, значит, люди расходятся. Мне интересно было пройтись, прогуляться, значит, именно увидеть все это, действительно, как оно бушует, это мощь, скажу, это мощь. Да, Петро, слава Богу, здравствуйте, с праздником, вы каждое утро в эфире. Да, стараюсь, пока я в Киеве, пока у нас в церкви, имея возможность такую, то каждое утро выхожу в эфир и каждый вечер также всю эту неделю однозначно. Ну, и во Львове, я надеюсь, тоже будет у меня возможность тоже. Вот, следующий понедельник, 26 августа буду уже во Львове и, надеюсь, там будет у меня возможность. То есть, тоже молитесь об устройстве, вот, хотелось бы в самом городе остановиться мне, вот, значит, и если у кого есть возможность там послужить в городе Львове квартирой или комнатой, то сообщите мне, хорошо, вот, значит, на полторы недели, может, даже две недели. То есть, начало сентября, чтобы не застать, тоже как раз именно во Львове. Хочу послужить тоже и в собраниях, в церквях, в дружественных церквях, у баптистов, у пятидесятников, у харизматов, в разных церквях, в разных собраниях. Значит, Марина и Владимир, если слушаете меня, то люблю вас, благоставляю вас и плод вашего чрева, благоставляю дитя, которое должно родиться, вот, надеюсь его лицезреть вскоре и благоставлять, слава Богу. Да, у нас с супругой шестеро детей, Господь нам дал шестерых, вот, трех мальчиков, трех девочек, слава Господу, двое внуков уже, внук и внучка, вот, три кота, вот, все наше семейство, да. Вот, и благодарю Бога за, действительно, жизнь, жизнь с избытком. Кстати, у меня здесь на балконе приютилась мама с ребеночком, будем так говорить, да, о них забочусь, крошу его хлебушек, это голубица с голубенком, да, или с голубком, как назвать это, не знаю, ну, короче, с птенчиком. Вот, значит, она здесь, пока меня не было, свела там гнездышко, значит, окошко было открыто, ну, так вот, да, значит, и она, ну, сообразила, что вот, пустой балкон, никого нет в квартире. Посмотрела, видимо, полетала, видит, что, как бы, никого, и вот, нашла место, а я здесь приехал, ну, ладно, вот, маму ж с ребенком не буду выгонять. Вот, значит, и стала, вот, сейчас водичку даю, значит, там, крошу им хлебушек, там, зернышко кое-что, ну, короче, чтобы она там не голодала. Вот, так что, вот так, и жизнь, знаете ли, написано в Библии, что мы им живем и движемся и существуем. С самим Богом всякая душа живится и чистотой возвышается. В православной традиции есть очень прекрасное песнопение на эту тему, очень прекрасное песнопение. Вот, и вчера перечитывал Акафист, как раз, с преображением. Кстати, и Кандак, Икос, здесь вот есть в переводе, значит, преображенские, в переводе на русский язык со славянского. Это хорошо, есть украинский переклад, вот это перевод Иерманаха Амвросия, Тимрота, сделан, да, перевод-то. Преобразился ты на горе, это тропарь, собственно, ну, песнопение церковное посвящено этому празднику, да, преображению Господа Иисуса. Преобразился ты на горе, Христе Божие, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько это было для них возможно. Классно, вот, красиво. Ну, вот, то, что, ну, для грешных пусть высияет свет, на самом деле, но когда мы были еще грешниками, он уже умер за нас. То есть, Господь, когда, это было бы правильно, если бы это сказано было бы, до распятия Иисуса, да, и плюс еще молитвы Богородицы. Ну, ни к чему, это вообще, это ложка дегтя, которая портит всю бочку меда, честно говоря. Вот это многобожие, это, ну, это ужасно, конечно. Вот, я думаю, что не только сам Господь, это сто процентов, значит, он не одобряет подобное. Когда люди молятся кому-то еще и надеются на молитвы кому-то еще, значит, знаете ли, это ужасно просто. Это система многобожия, она, в первую очередь, здесь и здесь. Это недаром сравнивается в Библии, кстати, и у Аввакума тоже есть там слова об этом как раз. Сравнивается с прелюбодеянием, сравнивается с супружеской неверностью. То есть, когда человек молится кому-то еще, помимо Господа, Бога, то в глазах всемогущего он как будто бы прелюбодей или прелюбодеется. То есть, как будто бы он нарушает супружескую верность. А почему? Потому что самое интимное в человеке, в естестве нашем, это наше сердце, наше не анатомическое, понимаете, да, а наше естество, наш дух, душа. И вот это самое сокровенное, самое интимное, даже неверующий порой это понимает лучше, чем верующий, к сожалению. Вот, и когда человек, он вопит к Богу, да, взывает к Творцу, то, ну, всякая душа взывает к Богу, к Творцу, да, безусловно. Он, та голубка, тоже наверняка взывает к Творцу. И птенец, он еще совсем молоденький, совсем еще не оперившийся, как говорится, но он тоже взывает к Творцу. Ну, даже Библия говорит об этом как раз. Вот, что птенцы ворона там взывают к нему, там, и он дает пищу Господь им всякую. Так что, и львы там рыкают, написано тоже к Создателю, да, значит, тоже молятся там буквально. Так что, все дышащее оно хвалит Господа, растительный мир, животный мир, а наипаче человеческий род. Поэтому, даже если человек называет себя атеистом, атеистовичем, атеистовским, все равно он, ну, как в Украине говорят красиво, як тревога, так до Бога. Когда гром грянет, мужик перекрестится, сто процентов. Вот так вот. Но, взываем к Богу, молимся сегодня Господу. То есть, не молитвами Богородицы, а, не знаю, нашим, вот сейчас, воздыханием к Нему, нашим, действительно, единением с Ним, молитвами нашими-то. Аллилуйя. Светодавче, слава тебе. Красиво очень сказано, да. Вот, и кондак, перевод на русский язык тоже есть, нашел здесь на сайте. На горе преобразился ты, и, насколько могли вместить ученики твои, они славу твою, Христе Боже, созерцали. Вот, красиво тоже, мне очень нравятся такие обороты. Чтобы, когда тебя увидят распинаемым, уразумели, что твое страдание добровольное, и миру возвестили, что ты воистину отчие сияние. Сияние Отца. Аллилуйя. Как в той песне поется у протестантов, мне очень понравилось это. Сияй, Иисус, сияй. Сияй, Иисус, сияй. Сияй, Иисус, сияй. Сияй, Иисус, сияй славою Отца на Фон. Сияй. А, здесь вот эти песни. А, вот. Да, классно. Сияй, Иисус, сияй. Вот текст. Есть песен здесь на сайте. Вот, хорошо. Сияй, Иисус, сияй. Славою Отца наполни край. Пылай, Дух, пылай. Зажигай огнем сердца. Красиво. Зажигай огнем сердца. Струись, река, струись. Это океан целый даже. Океан, да. Из аллей народы благодатью Пошли, Слово Господь, и да будет светло. Но я другой какой-то текст тоже, песня слышал. Немного другие слова. А может быть дальше? Сияй, Иисус, сияй. Пошли Слово Господь. Потому что Бог уже послал Слово Свое. Вот, надо, можно даже перефразировать как-то. Послал Ты Слово Бог, и нам стало светло. Или как-то, ну, надо подумать. То есть, многие песни, они, вот, как бы так вот, надо их переосмыслить, переделать. Как в православной традиции, в католической, так и в протестантской. Ну, много мы такого сочиняем, чего не надо. Да. Там, допустим, там, ну, нет, конечно, это в чем-то оправдано. Наверное, ведь песни, они тоже выражают, как и слова, выражают какое-то состояние души, духа. Вот, поэтому для кого-то, допустим, там, и приди, Дух Святой, приди, приди, тоже актуально для кого-то, на самом деле. Кто еще, ну, не возрожден духовно, да. Вот, но если человек, он уже духовно возрождился, то я уже не пою это. Ну, это бессмысленно. Если он живет во мне, то, а я буду говорить, приди, приди. Ну, ну, глупо как-то даже. Ну, непорядочно даже, честно говоря. Потому что он уже живет во мне, уже и проистекает из меня. Как я могу, я, получается, лицемерие, если я буду говорить, приди, Дух Святой, приди, еще больше приди, еще больше приди. Ну, глупость, честно говоря. Вот, тогда будет с моей стороны. Вот, значит, и даже какое-то огорчение для Духа Святого, думаю, значит, будет тоже. Вот, значит, и поэтому даже православное песнопение многие, я, хотя услышаю, услышаю и у протестантов, порой бываю в гостях, и у католиков тоже, там, приди, Духу Святой, Духу Святой, но, опять-таки, это хорошо, как бы, может, для кого-то, да, но, опять-таки, для человеков невозрожденных, что на пути еще к возрождению. Для них эта песня актуальна, да, вот, значит, но для человека возрожденного уже, человека уже наполненного Богом, да, если Христос живет во мне уже, то это не актуально, это уже даже как-то, ну, некошерно, будем так говорить, да, непорядочно. Вот, что делать? Я переделываю песни эти, вот, даже если попадая в собрание, такие, там, поют со сцены, допустим, или, там, с Амвона, там, или, там, откуда еще, такие слова, я для себя их переделываю, перекручиваю, я говорю, Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Вот, вот, Духу Святому песнопение православное такое, где, там, говорится, Царю Небесный, там, говорит, придись и спаси нас, а я переделывал для себя, значит, именно, ты пришел и спас нас. Александр пишет, да, протестантов надо тоже реформировать, не, ну, я думаю, что, я убежден даже, что любая церковь, она должна идти путем реформации, если не реформация, то идет путем деформации. Еще в третьем веке об этом говорил Киприан Карфагенский, архиепископ Карфагена Киприан и лидер Северной Африки. В третьем столетии, да, еще третий век был, наших с вами братьев, там, сестер, церкви Иисуса Христа было всего лишь, там, лет 200, чуть больше, вот, с момента рождения ее. И наших с вами братьев, сестер, старших тогда, значит, в третьем веке еще при Киприане, во времена Киприана бросали ко львам в Колизеях, там, значит, цирках, вот, казнили, убивали. Да и сам Киприан потом, значит, тоже за Слово Божье, за Евангелие был казнен. Но, знаете, вот, Киприан Карфагенский, он как раз, как лидер Северной Африки, он очень много ратовал о реформации. И один из его тезисов известнейших, «Ecclesia Semper Reformanda», то есть, буквально, церковь всегда реформируется. Церковь непрестанно обновляется, есть такой перевод еще, но реформанда, это буквально реформируется, потому что деформанда еще и реформанда. Он, Киприан Карфагенский, еще тогда, в третьем веке, во времена гонений римских, он говаривал как раз, что церковь либо реформируется, либо деформируется. То есть, либо идет путем реформации, либо деформации. Но он прав, диалектика, господа, закон, да, все течет, все изменяется, и нет ничего такого статичного в этом мире, тварном, материальном, физическом этом мире. И поэтому, либо мы развиваемся, либо деградируем, либо реформируемся, да, с Христом, живем и во Христе, либо вне Христа деградируем, деформируемся. Поэтому, либо вертеп разбойников, либо дом молитвы, вот, каким могут быть христиане, да, дети Божьи, либо одно, либо другое. Вот, к сожалению, 2000 лет назад, к моменту пришествия Машиаха, Рождества Христа, народ Божий, вот, именно в своей религиозной элите, представлял собой, к сожалению, дом не молитвы, а дом разбойников, вертеп разбойников, да. Печально это. И печально то, что это повторилось снова и повторяется уже в новозаветном формате, вот, в еще большем, знаете ли, гротескном таком варианте, в историческом христианстве. Да, на самом деле, вертеп разбойников в истории христианства, в истории церкви мировой, да, если брать, так, обзор сделать, двухтысячелетней нашей с вами истории, то большей частью христианства представляло из себя именно вертеп разбойников, честно говоря. Вот, но, слава Богу, по милости Господней, пять столетий тому назад началась эпоха Великой Реформации. Слава Богу, завершилась эпоха Великой Деформации, началась эпоха Великой Реформации. Завершилась деформация, началась реформация. И вот, действительно, на протяжении пяти столетий во всех конфессиях, в динаминациях, там, да, значит, вот эти процессы деформаторские останавливаются и реформация набирает обороты. В протестантизме, в католицизме, в православии, в разных ветвях, в нединаминационных церквях мы видим процессы и деформаторские, и реформаторские, но, однако же, ну, христианин всегда идет вперед, будем так говорить, да, как Николай Васильевич Гоголь говорил как раз. Да, в своих письмах к друзьям. Слава Богу. Ну, он имел в виду, конечно, настоящих христиан. Никто понарошка, а по-правдушному. Вот, слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь Вселенной. Благодарю тебя за это доброе утро. Благодарю тебя за милость твою и благодать твою, Господь. Спасибо тебе. Благодарю тебя, что действительно не золотом или серебром, но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного твоего агнца, Боже мой. Я искуплен, спасен, исцелен, благоставлен всеми твоими благословениями с небес. Слава тебе. Благодарю тебя, Господь, за наше всеобщее искупление, спасение, рода человеческого и вселенское спасение во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю тебя, что кровь святая агнца твоего была пролита за всех нас, за всех и вся. Спасибо тебе. И совершая таинство Евхаристии, хлебопреломления, причастия, я возношу тебе хвалу, Господь, и славу в этот день. Слава тебе. Слава тебе и хвала. Боже, и благодарю тебя, Господь, за и православных христиан, католических христиан, протестантских христиан, неконфессиональных христиан. Благодарю тебя, Боже, за всех детей твоих, чад твоих, Боже, святых и верных. Благодарю тебя и за тех, кто еще на пути к спасению идет этим путем, может быть, даже уже долгие годы идет, тянется к тебе, но не там ищет и не так. Боже, я прошу тебя, как вот сказано у Авакума было, водами, просто захлестнеть этими водами благодати, Богопознание. Слава тебе, Господь. Да познали тебя Бога живого и тобой, посланного Иисуса Христа, Духом Святым, все народы земли. Слава тебе, Господь. Благослови, Господь. Благослови. Благослови Израиля. Благослови, Господь, Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Благослови, Господь Божий, Киев. Благослови Украину. Благослови всю нашу истрадавшуюся землю, все страны и континенты. Боже, благослови во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь, Бог живой. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, слава тебе и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Сияй, Иисус, сияй. Аллилуйя. Преобразился ты на горе Христе Божия, показав ученикам Твоим славу Твою. Аллилуйя. Да, вот эти Кандак, Икос и вообще, и Акафис вчера читал как раз, преображению Господнему. Надо редактировать, конечно же, чтобы не было там вот этих вот вкраплений ересей, вот этих, ну, многобожия. То есть, там, не молитвен Богородица, там, ничем другим, а вот именно, чтобы действительно, ну, чисто к Богу мы молились. Вот, и прошу ваших тоже молить, друзья, братья, сестры, потому что, вот, это такая, самая большая болячка такая, значит, в православной церкви и в католической. Вот, ну, будем так вот, в историческом христианстве. Как и в Израиле в свое время, многобожие представляло себя самое уродливое явление и самое страшное, конечно. Даже разрушение первого храма, как раз оно связано было как раз вот с этим грехом, отступлением, по сути. В глазах всемогущего Бога это было как отступничество, да, прелюбодеется. Но Господь, обличая свой народ, всегда приглашал вернуться. Он всегда призывал вернуться, вернуться и жить, ну, начать с чистого листа, как говорится. Вот, с ним вновь начать жизнь свою. Вот, и сегодня, то есть, совершить покаяние, совершить покаяние, метаноия, да, это греческое слово метаноия, буквально изменение сознания, перемена мышления. Изменить свое мышление, изменить свое сознание, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя, мой Бог и Царь. Аллилуйя. Великий Государь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава, 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 Агнцу Божьему. Слава, слава, Агнцу Божьему. Возвеличен ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Слава, 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 Агнцу Божьему. Слава, слава, Агнцу Божьему. Возвеличен ты, Господь, Царь всей вселенной. Слава тебе, слава тебе и хвала. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет царствие Твое. Благословен ты, Бог наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, кровушку Свою за нас пролившей, жизнь свою положившей за нас. Слава тебе, Господь, слава тебе и хвала. Боже, благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за те преображения, которые описаны в Библии, преображения в жизни Иисуса, которое показано было ученикам, троим ученикам и всем нам вот открыто возвещено. Благодарю Тебя за преображение Моисея там на горе, которое видели тоже люди и что доносятся на нас в Библии. Благодарю Тебя за преображение Ильи, который был восхищен и трансформировался в это небесное жилище, не совлекаясь земного жилища. Благодарю Тебя, Господь, за другие, Боже, действительно, во всей истории человеческого рода, за эти почти шесть тысячелетий, Боже, чудеса, преображений в судьбах людей. Благодарю Тебя за сегодняшнее преображение наше. Благодарю Тебя за преображение верующих во Христе Иисусе, пребывающих, и в ком Христос Иисус живет, как в храме своем. Благодарю Тебя за живые камни, которыми созидается храм Твой, третий храм Твой, который непоколебим, который велик на самом деле, и славой своей превзошел все, что знало человечество до того. Благодарю Тебя, что уже два тысячелетия строят этот третий храм Божий, Твой святой храм, из живых камней, на основании апостолов и пророков, имея кроегольным камнем самого Иисуса Христа. Благословен Господь. И сам Иисус Христос, агнец Твой, является куполом, завершением, главою Церкви. Слава Тебе. И вся Церковь, есть столб и утверждение истины. Это есть действительно храм Твой, тело Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за все. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. И совершаю сегодня хлебопреломление, причастие Евхаристию. Возношу Богу хвалу за все, за все. Спасибо, Господь, спасибо. Боже, действительно, спасение – это дар Твой во Христе Иисусе Господе нашим. Боже, благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь Божий, за тело Сына Твоего Иисуса, которым ныне являюсь я, которым являются, Господь, миллионы и миллионы святых и верных, Господь, по всей земле, по всему лицу земли. Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе и хвала. Слава, слава, слава. Слава Агнцу. Слава Утешителю Духу. Слава Тебе, Господь, слава. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Иисус, спасибо, за все спасибо. Друг мой, спасибо, царь мой, спасибо. Спасибо, Господь и Спаситель, друг и Целитель, мой Бог Искупитель, спасибо, спасибо. Спасибо, благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо, Господь, спасибо, Иисус, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес Иисуса Христа, Праведника, Спасителя, Господа, Целителя и Освободителя, брата и друга нашего. Спасибо тебе, Господь, хлеб жизни, тело Иисуса Христа. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю Тебя, Боже великий. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, давший нам плод виноградной лозы и давший нам плод небесной лозы. Благодарю Тебя за лозу небесную, Сына Твоего, Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю великое имя Твое, о, великий виноградарь, слава Тебе. Великий виноградарь, слава Тебе. Аллилуйя Кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, Спасителя и Господа, Целителя и Освободителя Аллилуйя За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю За воскресенье Твое, за победу Твою За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю За воскресенье Твое, за победу Твою За жизнь вечную, бесконечную Жизнь счастливую, пресчастливую Благодарю Тебя, мой Бог Отец мой, Ава, Отче и Егова Бог Аврама, Исаака, Израиля Творец всего видимого и невидимого Аллилуйя Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой Господь мой, Царь мой Брат мой, Друг мой Освободитель и Целитель мой Аллилуйя Благодарю, О Дух Святой Ты всегда со мной, Утешитель мой За все я благодарю За все я благодарю Я Тебя, Господь, люблю И за все благодарю За жизнь вечную, бесконечную Жизнь счастливую, пресчастливую За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю 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 Тебя, Отец Благодарю Тебя, Иисус Благодарю О Дух Святой Благодарю За все я благодарю Благодарю Я Тебя, мой Бог Люблю Я Тебя, Господь, люблю И за все Благодарю Слава Тебе Слава Тебе и Хвала, Господь Слава Тебе Слава Тебе, Господь Слава Аллилуйя Ибо так Возлюбил Бог Мир Так Возлюбил Бог Мир Он доказал Свою любовь Отдав Самого Себя Кровушку Свою за нас Пролив Душу Свою за нас Положив Аллилуйя Сына Своего Не пощадив На кресте На Голгофе Дабы всякий Верующий Не погиб Но имел Жизнь Вечную Бесконечную Счастливую Присчастливую Жизнь Дар Божий Жизнь Вечная Жизнь С избытком Во Христе Иисусе Господе Нашем Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Драгоценный Спасибо Любимый Спасибо Родной Спасибо Спасибо Тело Иисуса Христа Ешьте Кровь Иисуса Христа Пейте Аминь 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 Я и Отец Одно Аллилуйя Скажи это Принимая причастия Скажи это Принимая тело и кровь Господа Иисуса Скажи это Живя во Христе Если Христос в нас Я и Отец одно Тогда это наша судьба Спасибо тебе Господь Благословен Бог наш Царь всей вселенной Благословен Господь Благодарю тебя за это таинство Тело и крови твоих Благодарю тебя Слава тебе и хвала Благослови моих братьев и сестер Благослови всех Сегодня причастников, причастниц Поздравляю всех причастников, причастниц С причащением святых христовых тайн Тело и крови Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа Если вы смотрите не в трансляции А позже в записи То хоть днем, вечером или ночью Без разницы Можете тоже принять причастие Поразмышлять Спеть Вот именно так вот Прославить Бога Такую мини-литургию такую провести Такую в домашних условиях Со своей женой, детьми Внуками Там и как вот Кто есть Или вот так вот Один на один с Господом Потому что уже ты не один Один плюс один Это уже не один Если Господь в нас То уже не один Вот Если ты храм Божий Да Слава Богу Разве не знаете, что вы храм Божий И Дух Божий живет в вас Павел пишет Да, я знаю Я храм Божий И мы храм Божий Как на Руси говорили Еще в 15 веке Храм Божий Обшит кожей Да Или храм не из бревен А храм из ребер Живой человек Храм Божий Мечта Древняя мечта Божья Осуществилась И осуществляется Слава Богу Благоставляю сейчас свою семью Супругу свою Благоставляю Инну Сергеевну Благоставляю детей наших Внуков наших Котов наших Все благоставляю наших Благоставляю вас Ваши семьи Благоставляю Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир всем вам И благодать Да умножится В познании Господа нашего Иисуса Христа И ни в ком другом Нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет Другого имени Под небом Данного нам Человеком Которым надлежало бы Нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Господу Благословляю всех вас Во имя Христа Сегодня вечером Подключайтесь В 6 часов вечера Я думаю Что и днем Получится сделать Трансляции некоторые Я намереваюсь Посетить сегодня Некоторые храмы Здесь православные И католические Преображения Побыть на литургиях Мне очень нравится Хары здесь Потрясающие В разных юрисдикций Московского Киевского Париархата Автокефальной церкви Разных очень Слава Богу И католических Также Если получится Сделаю трансляцию Ну и тем более Сейчас должен Подъехать Уже почти 7 часов Должен подъехать Сейчас брат Андрей С Минска Наш гость Участник собора Вчерашнего И мы с ним Тоже сделаем Пару записей Таких думаю Слава Богу Пусть Господь Благословит вас Если вы В следующее воскресенье Будете в Киеве То добро пожаловать Буду рад Тоже и общению Приходите на служение Такое продолжение Собора нашего Это будет 25 августа Петро Спасибо пишет В воскресенье С 9 утра Город Киев Станция Метро Кловская Улица Леонида Первомайского 6 Это предприятие УТОС Арендованное помещение Входите через проходную И лифтом Не стесняйтесь Поднимайтесь На 4 этаж Там проходит Наше Богослужение Сейчас Пусть Господь Благословит вас До встречи И на земле И на небесах Аллилуйя Аллилуйя